Уважаемые коллеги, мы сегодня планируем в рамках вебинара обсудить современные взгляды на терапию двух различных злокачественных новообразований. И максимальное внимание будет уделено сегодня современным взглядам на лечение рака поджелудочной железы. И дополнительно, может быть даже более широко, мы обсудим современный взгляд на терапию гепатоцеллюлярного рака. И в рамках сегодняшнего вебинара у нас планируется три доклада. И два из них сделает заведующий отделением дневного стационара 1-й Московской городской онкологической больницы доктор медицинских нафт Покатаев Илья Анатольевич. И также дополнительно у нас будут представлены доклады из Краснодара. Горяйнова Алла Юрьевна представит также доклад, посвященный современным взглядам на лечение гепатоцеллюлярной карциномы. И дополнительно будет представлен клинический случай также доктором из Краснодара Ламарь Еленой Владимировной. Ну, поскольку время наше уже пошло, я думаю, что мы построим наш вебинар следующим образом. Первый доклад будет посвящен лечению рака поджелудочной железы. И если после этого доклада будут какие-то вопросы, либо у наших со-докладчиков, либо у наших слушателей, я предлагаю задавать их сразу в чате, для того, чтобы мы уже сразу же могли обсудить именно полноценно проблему лечения рака поджелудочной железы. А вот далее, поскольку у нас будет два доклада и клиническое наблюдение, посвященное лечению гепатоцеллюлярной карциномы, мы выслушаем всю научную часть и клиническое наблюдение, и в последующем, при необходимости, приступим к дискуссии. Итак, Илья Анатольевич, пожалуйста, вам первое слово с докладом «Современные аспекты лекарственного лечения рака поджелудочной железы». Благодарю вас, Благодарю вас, Лариса Владимировна. Приветствую всех, кто к нам присоединился. Я хочу начать лечение с того нового, что мы получили в последнее время при немец, статическом раке поджелудочной железы, то, что это направление, оно сейчас активно развивается. Я хочу напомнить, что при прооперированном раке поджелудочной железы адевантной химиотерапии показано во всех случаях, и под анализ одного из самых старых исследований, который доказал преимущество адевантной химиотерапии по сравнению с только операцией у этих пациентов, он указывает на то, что пользу получает в равной степени пациента с опухолями меньше 2 см, опухоли с диаметром больше 2 см, вне зависимости от статуса краев резекции, статуса лимфоузлов. То есть, другими словами, даже пациенты с первой стадии рака поджелудочной железы должны получать адевантную химиотерапию, если, конечно, они смогут ее после достаточно большой операции перенести. У нас есть такой стандарт лечения рака поджелудочной железы, это режим гемцитабин и капицитабин. Он оказался по данным исследований СПАК-4 эффективнее, чем монохимиотерапия гемцитабина. И чаще всего в нашей клинической практике мы используем именно этот режим. Есть режим еще более эффективен, это модифицированный режим Фолферинокс. Он показал очень хорошие результаты и медиана общей выживаемости при адевантной химиотерапии, модифицированном Фолфериноксом, достигло 54 месяца. И это существенно больше, чем то, чего мы раньше добивались при терапии Фолферинокса. Мы, в общем-то, таких цифр раньше не получали. Но режим Фолферинокса обладает крайне высокой токсичностью. И даже модификация дозы, исходная, которая была заложена в протоколе, не помогла. Большинство этих пациентов тяжело переносили лечение. Очень высокий был риск диареи третьей-четвертой степени. В сочетании еще с гематологической токсичностью это является жизнеугрожающими событиями у пациентов. И пришлось авторам этого исследования еще раз снижать дозу ринтекана в рамках этого протокола. И все равно опыт разных клиник указывает на то, что крайне сохранные пациенты могут получать пользу от одевантной терапии и медицины Фолфериноксом. То есть пациенты, которые полностью восстановились после операции, да, наверное, модифицированный Фолферинокс в одеванте – это то, к чему мы должны стремиться. Но мы в реальность нашей клинической практики для большинства пациентов проводим режим ГЕМКАП. Режим ГЕМКАП, он не показал себя при Р1-резекциях, капецитабин в первой линии не очень хорошо работает, в принципе, пациенты, у которых Р1-резекция выполнена, с ними можно обсуждать режимы химиотерапии, например, гемстабин в мод-режиме, ну или опять же тот же самый модифицированный Фолферинокс. Пациентов в тяжелом состоянии после операции одевантной терапии мы не проводим. Сейчас есть большой интерес к неодевантной химиотерапии при раке поджелудочной железы, и мы давно договорились о том, что при пограничной резектабельном и нерезектабельном раке поджелудочной железы мы проводим эту неодевантную химиотерапию. Резектабельность – это рентгенологическая классификация, которая определяется тем, какие сосуды как вовлечены в опухолевый процесс. Если нет вовлечения верхней вооружающей артерии вены, чревного ствола, общей печеночной артерии, воротной вены, то это абсолютно резектабельный процесс. Во всех остальных случаях речь идет либо о пограничной резектабельном, либо о нерезектабельном процессе. И вот эти успехи, которые мы имеем в последнее время с совершенствованием химиотерапии при раке поджелудочной железы, они привели к изменению подхода к хирургии. Хирургия стала выполняться намного смелее после предоперационной химиотерапии. И нетрудно видеть на стадии, что в последние годы, в годы, когда появилась современная химиотерапия, хирурги стали чаще выполнять более агрессивные хирургические вмешательства с резекциями артерий. Эти операции разработаны не сегодня и не вчера, они разработаны в прошлом веке, но интерес к ним всегда был низкий. Потому что мало прооперируют пациента. Эти пациенты, даже если они успешно преодолевают тяжелый послеоперационный этап, у них в короткие сроки развиваются отдаленные метастазы, и что, в общем-то, перечеркивает всю эту агрессивную хирургию, все эти стремления хирургов. Поэтому раньше интерес к ним был минимальный, а сейчас интерес к ним сильно возрос. И опубликовано недавно исследование, Neolab, это исследование было выполнено немецкими нашими коллегами, подчеркивает интерес хирургов к более активным хирургическим действиям. Суть этого исследования заключалась в том, что в него включались только больные с местопоспространенным раком. Им выполнялось два курса химиотерапии, далее рандомизировались тем, чтобы понять, надо ли переключать гемстабин с абраксаном на режим фолферинокс, для того, чтобы добиться большего эффекта, для того, чтобы перевести пациента в резектабельное состояние, или этого делать не надо. Они получили, что этого делать не надо, но это не так важно, потому что важно, что в последующем всем пациентам, у которого не было прогрессирования заболевания, всем им выполнялась лапаротомия, далее хирурги разбирались, можно ли этого пациента прооперировать, или нельзя этого пациента прооперировать. И вот такая стратегия с современной химиотерапией и с лапаротомией всем пациентам, которые ее завершили успешно, привела к тому, что местно распространенный рак подживудочной железы в этом исследовании успешно оперировался, и, в общем-то, почти половина больных были прооперированы. Медиана выживаемости, медиана продолжительности жизни прооперированных пациентов, она в целом составила столько же, сколько мы имеем продолжительность жизни при исходно-резиктабельном раке подживудочной железы. То есть, если пациенту с местно распространенным процессом удается прооперировать, то это означает, что его прогноз приравнивается к пациенту, у которого было исходно ранее стадии рак подживудочной железы. Это очень хорошие результаты, которые позволяют нам добиться этих результатов, позволяют нам современной химиотерапии. Современная химиотерапия сейчас пошла в неодиван даже при исходно-резиктабельном процессе. Наиболее наглядно это отражает результаты японского исследования, где при исходно-резиктабельном раке подживудочной железы перемещение химиотерапии с одевантного этапа на предоперационный этап увеличивало медиану продолжительности жизни на 10 месяцев сразу же. И интересно, под анализ, я прошу прощения, не спрашиваю, видно, но под анализ показал, что даже у пациентов с низким уровнем онкомаркера, меньше 37, есть польза от химиотерапии предоперационной, по сравнению с операцией на первом этапе, даже большая польза, чем если бы они имели высокий маркер исходно. А еще пациенты с Т1 стадии и Т3 стадии равно выигрывают от проведения предоперационной химиотерапии. И статус лимфоузлов тоже не зависит от того, какие результаты на предоперационной химиотерапии. То есть выигрывают от предоперационной химиотерапии в этом исследовании все пациенты, вне зависимости от стадии, вне зависимости от того, вне зависимости от того, какой был уровень маркера. Извините, пожалуйста, Лариса Владимировна, а вы меня слышите, потому что я получаю комментарии в чат, что нет звука. Ну, наверное, это просто какой-то отдельный случай. Прошу прощения, что прервался. У нас долгое время не было данных о том, какой режим предоперационной химиотерапии, да и вообще какой режим химиотерапии, начать пациентам при раке поджелудочной железы. Фолферинокс или гемцитабинс нафпоклитокселом не было с прямых сравнительных данных, кто делал как хочет. И вот первые сравнительные данные пришли, было исследование второй фазы. И это исследование второй фазы было проведено у пациентов с исходно-резектабельным раком поджелудочной железы. Напрямую сравнили фолферинокс и гемцитабинс нафпоклитокселом, и оказалось, что режим, в принципе, равный эффективный, равный токсичный. Токсичность примерно такая вот, ну, сопоставимая, я бы сказал, между двумя, хотя она и разная. У одного режима там больше гастентостинальной токсичности, я имею в виду фолферинокса, а гемцитабинс нафпоклитокселом больше гематологической токсичности, нейропатии примерно одинаковое количество. Вот, двухлетняя общая выживаемость одинаковая была на этих двух режимах. И послеоперационные вещи, частота Р0 резекции, частота подморфозов выраженных и выживаемость без рецидива, они также были примерно одинаковыми при этих двух режимах. Поэтому, в принципе, предлагаю коллегам пользоваться тем режимом химиотерапии в первой линии или в индукционной химиотерапии, которым им удобно пользоваться с учетом наличия препаратов и того высоко потокового учреждения у вас или низкопотоковое. Мы провели в нашем учреждении, где я раньше работал, сравнительный анализ фолферинокса и гемцитабинс нафпоклитокселом в индукционной химиотерапии. В этой исследовании включались пациенты с пограничной резектабельным и нерезектабельным процессом. Получили, что, в общем-то, и по непосредственной эффективности, и по отдаленным результатам лечения два режима химиотерапии примерно сопоставимы. И мы проанализировали такой показатель, как частота прогрессирования на химиотерапии, на этой химиотерапии, фолферинокса или гемцитабинс нафпоклитокселом, потому что за эти риски нас критикуют хирурги. И мы показали, что, да, 12% пациентов на химиотерапии прогрессируют, имея исходное место распространения на рак поджелудочной железы. И цифра, в принципе, большая, но мы посмотрели, всего лишь 5,7% пациентов, меньше 6% прогрессировали в виде продолженного роста первичной опухоли без появления отдаленных метастазов. А остальная часть пациентов, большая часть прогрессировала в виде появления отдаленных метастазов. И это очень важный момент, потому что, ну, если у него во время этой индукционной химиотерапии появляются отдаленные метастазы, то, ну, ежу понятно, что его и не надо было оперировать никогда, этого пациента. А вот этот риск лопрегионального прогрессирования, изолированного, в минус 6%, я считаю, что он вполне обоснованный для того, чтобы пациенту даже с исходно-резиктабельным процессом назначить предупрессионную химиотерапию, хоть скоро доказано, что она увеличивает проживаемость. Поэтому выводы из первой части моего доклада заключаются в том, что мы наблюдаем, и, в принципе, мы уже участвуем в тренде применения неодевантной химиотерапии, даже при исходно-резиктабельном раке. Неодевантная химиотерапия, она увеличивает продолжительность жизни. Она более интенсивная, потому что она лучше переносится. Значительная доля пациентов не смогут получить одевантную химиотерапию, это надо учитывать, потому что и рак поджелудочной железы даже на ранних стадиях является системным заболеванием. А и неодевантная химиотерапия все же осуществляет отбор пациентов, которые наиболее подходят для хирургического лечения, в том числе для активного хирургического лечения с резекциями венососудов. В премитостатическом процессе у нас есть вполне четкие алгоритмы. Фолстеринокс на потлетоксел плюс гемцитабин должны применяться как приоритетные два режима химиотерапии. Для ослабленных пациентов, пожалуйста, монохимиотерапия гемцитабином. Для очень ослабленных пациентов должна использоваться автоматическая терапия, а не химиотерапия. И вторая линия, конечно, она основывается в первую очередь на состоянии пациента, а в вторую очередь на том, какая была первая линия терапии. Действительно исследование Аккорд-11 показал, что фолстеринок существенно эффективнее, чем гемцитабин. Все это хорошо знают. Действительно исследование IMPACT показало, что гемцитабин с нафоклетокселом эффективнее, чем гемцитабин в монорежиме. И мы тоже этим пользуемся в нашей клинической практике. В нашем отделении, где я раньше работал, мы сравнили эти два режима у пациентов с статическим раком поджелудочной железы, которые получали в первой линии. Мы сформировали 4 группы на основании наших данных. 99 пациентов получали фолстеринокс, 85 гемцитабин с нафоклетокселом. Гемцитабин с другими препаратами, например, с препаратами платины, с торпирамидинами или с таргетными препаратами, это 109 пациентов. И монотерапия гемцитабином, это была контрольная группа в нашем анализе, 100 пациентов. Оказалось, что есть два режима лидера, фолстеринокс и гемцитабин, и два аутсайдера. Это гемцитабин с другими препаратами, гемцитабин в монорежиме. И мы сравнили их попарно. Оказалось, что гемцитабин и нафоклетоксел и фолстеринокс равно эффективны с точки зрения отдаленных, непосредственных результатов лечения. Токсичность у них оказалась разнонаправленной. Для фолстеринокса мы больше опасаемся гастроэнтероскентральной токсичности. Для гемцитабина с абраксаном мы больше опасаемся таких вещей, как нейротоксичность, анемия, рост трансаминаз, лихорадка, отеки нижних конечностей. И с поправкой на другие факторы прогноза, коль скоро это был реперспективный анализ, мы доказали, что режим химотерапии не влияет. Что фолстеринокс, что гемцитабин на фолстеринокс не влияет на исход пациентов. То есть мы считаем, что мы уравновесили другие факторы прогноза и считаем, что это два режима равноэффективными. И мы сравнили другие режимы. У нас получился гемцитабин с платиной, с тороперимединами, с таргетами. И мы показали, что при первичном анализе гемцитабин с платиной вообще ужасные результаты дается. Пациент прогрессирует достаточно быстро. У них результаты даже хуже, чем на гемцитабине, наверное, потому что доза гемцитабина меньше дается с платиной. Режим гемцитабина с тороперимединами показал чуть-чуть лучше результаты. Но когда мы сделали поправку на другие факторы прогноза, оказалось, что польза эта улетучивалась. И по сути это по эффективности с поправкой на другие факторы прогноза примерно равна эффективный режим с гемцитабином. Поэтому мы делаем выводы, что не надо использовать гемцитабин с какими-то препаратами типа платины, с тороперимединами, с какими-то таргетами типа эрлатиниба. Потому что это не очень работающая опция. Тогда уже использовать монотерапию гемцитабином, зато в полной дозе. И последнее, о чем я хотел бы сказать в этом докладе, это о том, что из этого правила нет целесообразности использования гемцитабин с платиной. Есть одно исключение, это мутация геногомологичной рекомбинации, в частности мутация генок Берси и ПАЛБ2. Мы провели достаточно большой анализ, более 500 пациентов включили, просеквенировали пациентам раком поджелезы. Мы провели опухолевую ткань или кровь и выявили в 5,5% случаев мутации генок Берси и ПАЛБ2 в этих пациентах. Это немало. Плохо, что у пациентов эти мутации не детектируются теми ПЦР-тест-системами, которые сейчас рутинно применяются в нашей клинической практике. И эту тест-систему надо адаптировать для рака поджелезы, прежде чем ее использовать. Не более 20% мутации появляются этой тест-системой. Это очень маленький показатель. И получив такую цифру, мы в последующем проанализировали эффективность платина содержащей химиотерапии в первой линии. Если у пациентов были мутации Берси и ПАЛБ2, или у них были мутации в других генах гомологичной рекомбинации, о чем много говорят сейчас. Или у них был дикий тип. Было показано, что если есть мутация Берси или ПАЛБ2, то очень выражена эффективность платины. Существенная разница в медиане времени без прогрессирования и продолжительности жизни, если этим пациентам в первой линии дать платины. Это прям обязательная опция давать платины в первой линии этих пациентов. А вот мутации в других генах, которые входят в систему гомологичной рекомбинации, АТМ, АТР, ЧЕК-2, например, а еще комплекс АНМИ и ФАНКО, немного других генов, которые сейчас обсуждаются, и клинических следов тоже. Вот эти гены не показали себя как предикторы повышенной эффективности платины. У них данные такие не получились. У них даже лучше была эффективность не платинотерапии, чем платинотерапии. Ну и при диком типе, что примерно одинаково, что платино назначают, что платино не назначают. Поэтому выводы из метастатического процесса включаются в том, что фолк-перинокс и гемцетабин с нафрикой так целым равны эффективности. Токсичность у них разнонаправлема и в целом она сопоставима. И другие комбинированные режимы химотерапии первой линии, кроме этих двух, они не имеют смысла. Надо использовать монотерапию гемцетабина, потому что это не увеличивает шанс пациентам. И, конечно же, всем пациентам необходимо определять мутацию персей и PAL-B2 для планированной терапии производными платино. Потому что это очень дешевая и очень эффективная опция. Я благодарю за внимание. Лариса Владимировна. Спасибо большое, Илья Анатольевич. Вы за такой короткий промежуток времени смогли представить, на мой взгляд, такой обстоятельный доклад. Очень важно, в том числе, что был представлен и собственный обширный клинический опыт, вернее, научный опыт, который, в общем-то, дал возможность действительно получить важные данные уже и для практической работы. Но пока, может быть, наши коллеги думают, есть ли вопросы или нет. У меня есть несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, какие вы считаете, ну, вернее, не вы считаете, а вообще считаются допустимыми сроки начала адъювантной химиотерапии? После какого срока уже не имеет смысла говорить о назначении адъювантной химиотерапии? Прошу прощения за заминку. Дело в том, что, да, это очень актуальный вопрос. И я прошу прощения, что я его не осветил. Потому что раньше мы говорили, писали, что если прошло три месяца и адъювант не назначен, то его назначать больше не надо. Теперь мы считаем иначе. Мы считаем, что в течение от месяца до трех адъювант надо планировать, и это наилучший интервал времени до адъюванта. Но даже по прошествии трех месяцев адъювант следует обсуждать, потому что были ретроспективные данные. Единственное, мы больше ничего не имеем о том, что адъювантная терапия у этих пациентов все равно работает. Хотя она менее эффективна. Можно сделать вывод о том, что если адъювантная терапия всем показана, и независимо от статей процесса, независимо от срока, когда пациент может в любой начале, лечение проводить следует. Да, мое мнение именно такое. Понятно. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, как лично вы относитесь к тотальной неоадювантной химиотерапии? Сейчас все больше и больше при различных локализациях лопули, в том числе и при лопули кишки, обсуждается вопрос неразбивки всего объема лекарственной терапии до и после. То есть не переоперационная, а перенос всего объема на неоадювантный этап. Как вы к этому относитесь? Я пока не готов именно в таком ключе выступать, хотя я выступаю за неоадювантную терапию вне зависимости от стадии в целом. Просто те протоколы лечения, которые я предлагаю внедрять, они касаются именно переоперационной химиотерапии у пациентов, которые имеют исходно резектабельный. И даже пограничный резектабельный процесс. Конечно, когда мы говорим про неоадювантную химиотерапию при местно распространенном раке поджелудочной железы с вовлечением в процесс артерий, то тут, конечно же, без всякого сомнения мы говорим о индукционной химиотерапии, которая должна быть полностью выполнена. И если процесс не стал резектабельным, то тогда, в общем-то, на этом и останавливаться. Если процесс стал резектабельным, то оперировать этого пациента. Но, как правило, в моей клинической практике полный объем химиотерапии эти пациенты получают, и на одювант им остается только капицитабин. Потому что необходимое количество курсов, например, полтоинокса было уже выбрано на индукционном этапе. Но если коротко, то я в большей степени за переоперационную химиотерапию. Ваша позиция понятна. Спасибо большое. И еще один вопрос. Вы очень четко указали на то, что при метастатическом процессе для выбора варианта первой линии терапии играет роль определение мутаций генов Берсей и ПАЛП-2. А вот считаете ли вы целесообразным определение этих показателей для выбора варианта неоадевантной терапии? То есть если у нас пациент, который может в равной степени перенести и эмфолфиринокс, и гемнаб, играет ли все-таки роль дополнительное определение этих мутаций? Или все-таки здесь общий статус и возможность перенести эмфолфиринокс сразу уже его будет отправлять именно в группу такого варианта лечения, на ваш взгляд? Я думаю, что играет. Просто вопрос во времени, раз мы говорим о том, что ПЦРТ-система пока не готова, чтобы мы ее рутинно использовали, значит, мы растягиваем процесс определения минимум на месяц, потому что секвенирование меньше времени, как правило, не дает. Это означает, что мы этих пациентов уже начинаем лечить чем-то. Но я, честно говоря, адаптировал бы лечение, если мы говорим про неоадевантную терапию, после получения статуса гена. Это действительно очень важные практические предложения, замечания, и, возможно, действительно они будут важны, и у кого есть возможность, может быть, есть возможность проводить эти исследования в какие-то более короткие сроки, либо использовать полногеномное секвенирование, может быть, кому-то доступно, то, безусловно, это играет принципиально важную роль. Я предлагаю всем, у кого еще возникнут вопросы относительно рака поджелудочной железы, адресовать их в чат. Мы обязательно, если успеем, обсудим их сегодня. Если нет, они будут адресованы Илье Анатольевиче, он в последующем на них ответит. А сейчас я предлагаю продолжить выступление Илье Анатольевичу и представить доклад современной стандарты терапии распространенного гепатоцеллюлярного рака. Пожалуйста, Илья Анатольевич. Спасибо еще раз, Лариса Владимировна. Общие принципы лечения гепатоцеллюлярного рака представлены на слайде. Это хирургия для очень ранних стадий. Большая часть химиомболизации для пациентов с промежуточной стадией, когда болезнь достаточно распространена, она находится внутри печени. И состояние пациента, и статус почаилпио является удовлетворительным. Но большую часть времени мы будем говорить про распространенную стадию, где Чайл Пью позволяет назначить лечение. Но болезнь распространена и имеются в ней печеночные проявления заболевания. У таких пациентов сейчас мы имеем три варианта. Это сарафенип, ленвантенип и отезолизумаб с биоцезумабом, как варианты лечения первой линии терапии. И потихонечку отезолизумаб, потихонечку сарафенип уже уходит в прошлое. Во-первых, есть исследование рефлект, которое сравнило ленвантенип и сарафенип пациентов с гипосулярным раком, с Чайл Пью А, и с распространенным процессом, который не может быть подвержен другим методам лечения. Характеристика пациентов такова, что это были все пациенты сохранные. У всех практически был Чайл Пью стадия класс А. И было небольшое количество пациентов с промежуточной стадии, то есть болезнь, локализованная внутри печени, но, по всей видимости, не подходящая для хипомблизации. И большая часть пациентов имели в ней печеночные проявления заболевания. Есть данные по общей выживаемости в этом исследовании. Общая выживаемость оказалась примерно равной. В ленвантенипе и сарафенипе в этом указывают представленные кривые Каплана-Майера. И при этом ленвантенип оказался существенно эффективнее, чем сарафенип, в отношении выживаемости без прогрессирования. Выживаемость без прогрессирования увеличивалась в два раза. В результате замены одного теразинкиназного ингибитора на более современный. Другое представление, по сути, данных, указывающих на время до появления прогрессирования, плюс пять месяцев в группе ленвантенипа. И, что важно, ленвантенип давал достаточно высокую частоту объективных эффектов. И это то, чего мы раньше не видели при системном лечении гепсулярного рака. Вы видели сарафенипе стабилизации, но мы не видели уменьшение опухоли. А здесь уменьшение опухоли у значительной доли пациентов. И это важно, потому что есть и другие варианты терапии ранних стадий гепсулярного рака появляются, кроме, по сути, химиомболизации. Об этом еще скажу. У нас, по факту, также прогрессирование заболевания, как наилучший ответ, на ленвантенипе встречался в 15% случаев, а на сарафенипе он был выше. То есть почти треть пациентов на сарафенипе сразу же прогрессировали, а на ленвантенипе только 15% прогрессировали при первой оценке эффекта. Токсичность является сопоставимой. В принципе, если присматриваться, то можно видеть, что некоторые варианты токсичности на ленвантенипе даже чуть-чуть больше выражены, но связаны с тем, что пациенты просто дольше получали этот более эффективный препарат. И при коррекции с учетом продолжительности терапии, в общем-то, токсичность у этих двух препаратов была охарактеризована как примерно одинаковая. Те, кто знает, что такое ленвантенип, прекрасно понимают, что у него достаточно выраженная есть токсичность с точки зрения артериальной гипертензии. Но здесь доза ленвантенипа подразумевается 12 мг в стандарте, и даже у пациентов, у которых езды 60 мг, 8 мг. Это вполне переносимая доза для этих пациентов. Поскольку в этом исследовании были пациенты, которые были крайне сохранными, то вопрос встал, и это были ретроспективные анализы, которые проанализировали, может ли ленвантенип применяться за критериями включения в исследование рефлекции. И пациенты менее сохранные, в принципе, получили неплохую пользу по ретроспективным данным с медианой выживаемости без прогрессирования почти 10 месяцев. И это были пациенты из Чайл Пью Би, более-менее 7 баллов по Чайл Пью были эти пациенты. И были пациенты, у которых было поражено больше 50% поражения печени, льва зеворотная вена была. Вот эти пациенты с точки зрения таких вещей, как отмен терапии, редукция дозы, прерывание терапии, то есть риск токсичности, отражающий критерии, эти параметры были одинаковыми с группой пациентов, который имел Чайл Пью А, поражение печени меньше 50% при отсутствии инвазии воротной вены. Это говорит о том, что, в принципе, безопасно означать ленвантенип, ленвантенип, прошу прощения, но, в принципе, ранее это было показано для сарафенипа тоже, безопасно означать ленвантенип даже у некоторых пациентов с Чайл Пью Би. С традицией розы печени, инвазией воротной вены и с большим поражением бронхимы печени. Прогноз, конечно, у этих пациентов был похуже, поскольку это важный прогностический фактор, он не отражает эффективность, а это отражает именно прогноз у этих пациентов, особенно с инвазией воротной вены, прогноз был очень плохой. И не так давно было опубликовано исследование Embrace 150, которое сравнило комбинацию отеза лизумаба и биоцезумаба с сарафенибом. И это исследование показало преимущество этой комбинации иммунотерапии, антиангиогенной терапии по сравнению с сарафенибом в отношении продолжительности жизни. Это очень важно. Также было показано увеличение выживаемости без прогрессирования, и также было показано увеличение частоты объективных эффектов на отеза лизумаба и биоцезумаба в 27%. Частота объективных эффектов по оценке критерий Мерицист 1.1. Токсичность, в принципе, можно было даже не репортировать, потому что, в общем-то, она известная на этой комбинации. Эта комбинация не первый год используется в клинической практике. По сути, три опции мы имеем в лечении первой линии, и только с сарафенибом были сравнены эти опции, а прямого сравнительного исследования отеза лизумаба и биоцезумаба против линвотениба не проводилось. Поэтому мне представились интересными результатами метаанализа, которого только что, пока мы праздновали Старый Новый год, прошла конференция АСКО гастроинтестинал, и на нем были представлены метаанализы, согласно которым общая выживаемость была максимальна при терапии отеза лизумаба и биоцезумаба, а частота эффектов была максимальна при использовании терапии линвотенибом. Такие данные они получили при сравнении с плацебо. И эти данные представляются важными, потому что нечасто нам надо получить объективный эффект, главное, чтобы не прогрессировал пациент, тем более при гепоцелулярном раке. Но тем не менее есть ситуации при гепоцелулярном раке, когда эффект имеет значение. Мы говорим о промежуточной стадии BCLC-B. Это достаточно гетерогенная группа, где главный метод лечения – это химиомбализация. И она может применяться повторно, если она работает. Но есть для нее ограничения. Она не всегда используется. Она не используется абсолютно никогда при поражении печени более 70% объема, при декомбенсированном циррозе, при неконтролируемом асоциите, при тромбозе ствола воротной вены. Кроме того, есть другие противопоказания к ней. И, кроме того, она не используется при случае, если она проведена была, и две последовательные процедуры не дали никакого эффекта, в этом случае возвращаться и не имеет никакого смысла. Есть и относительные противопоказания к химиомбализации, например, большой размер опухоли, одного из узлов больше 10 см. И, в общем-то, ряд других показателей, подробно на которых я не хочу останавливаться, потому что все равно BCLC-B – это стадия, которая требует междисциплинарного консилиума, на котором интервенционный радиолог должен присутствовать. Но на нем обязательно должен присутствовать и химиотерапевт, потому что впервые мы имеем схемы лечения, которые дают объективные эффекты. И было проведено исследование, оно не было полностью проспективным, это не было рандомизированное исследование. В это исследование японские авторы включили пациентов с охранных, с Child-P-A, со статусом УКОК-0, у которых опухоль локализовывалась внутри печени, но выходило за критерии до 7, up to 7 критерия. Эти критерии были разработаны для позиций трансплантации, но были переняты на более продвинутой стадии рака печени. Скоротко, это максимальный размер опухолевого узла в сантиметрах самого большого, плюс сумма, количество узлов внутри печени. Если цифра больше 7 получается, то это плохо, потому что химиобилизация малоэффективна. Поэтому, в общем-то, даже обсуждают, что BCLC и B-стадия должны быть подвергнуты более, так скажем, подстадии, должны включаться в эту стадию для того, чтобы правильно распределить, сертифицировать по лечению. И вот у этой группы пациентов сравнили химиобилизацию и начало лечения с веновантиниба. По сути, вот есть предложение одних авторов по субклассификации промежуточной стадии рака печени на BCLC-B1, B2, B3, B4. И в этом исследовании мы говорим про стадию BCLC-B2. Именно это ситуация, которая позволяет нам дискутировать относительно того, с чего начать лечение у этой группы пациентов. С химиобилизацией, что является стандартом, или с системной терапией, препаратами, которые дают эффекты. И было показано, что если начать лечение с леновантиниба, то частота эффекта 73%, а контроль заболевания идет в 7%, что во много раз больше, чем при химиобилизации. Если посмотреть на время беспрогрессирования, то при химиобилизации медиана времени беспрогрессирования составила 3 месяца, что подчеркивает полную некомпетентность этого метода у этой группы пациентов. А при леновантинибе выживаемость беспрогрессирования составила 16 месяцев, что показывает высокую эффективность. И выживаемость общая также была выше в случае терапии леновантиниба. И это, в общем-то, исследование, не будучи рандомизированным, конечно, оно является, в первую очередь, гипотезогенерирующим, чем исследованием, основанием которого мы должны принимать какие-то решения. Но, тем не менее, это исследование показало, что химиотерапевтам надо вмешиваться в процесс лечения даже пациентам с промежуточной стадией и активно участвовать на консилиумах. Потому что начало лечения с леновантиниба у этих пациентов оно никаким образом не закрывает возможность применения химиомболизации. Потому что оно не снижает функцию печени. А если оно вызывает объективные эффекты это лечение в большой доле пациентов, то это означает, что оно, наоборот, даже способно в перспективе скажем так в будущем расчистить дорогу для более для локальных методов лечения. Мы говорим в первую очередь про химиомболизацию, но в том числе мы можем обсуждать и должны обсуждать и хирургические методы лечения в случае хорошего эффекта на леновантинибе. По сути, функция печени не страдает, а это позволяет рассматривать леновантиниб как первый этап лечения у тех, в первую очередь, пациентов, которые не входят в критерии до семи. Но, конечно, это вопрос мультидисциплинарного консилиума, отдельности, по отдельности решить с этими пациентами у нас ничего не получится. На конгрессе ASCO GI в этом году этот вопрос активно изучался, и все авторы, которые обсуждали этот момент, они, в общем-то, сошлись на более внимательное изучение и более широком внедрении системной терапии у пациентов, которые выходят за критерии до семи при локализованном внутри печени раке поджелудочной железы. Ну и вместо заключения я хотел бы сказать, что, в общем, при раке поджелудочной железы раньше мы имели одну линию, один препарат сарафинип, а сейчас, в последнее время, у нас не только есть несколько вариантов первой линии, что создает основу для применения препаратов, которые в первой линии не были использованы в последующем во второй линии, например, геновотинип в первой линии, сарафинип во второй линии. Но у нас есть и препараты, которые показали себя во второй линии, в первую очередь, тетерографинип, кабзантинип, рамус-рума при высоком АФП, но есть варианты иммуно-иммунотерапии. Вот, благодарю за внимание. Лариса Владимировна. Спасибо огромное, Илья Анатольевич. Ну, с учетом того, что вы сэкономили нам время, у нас есть возможность обсудить какие-то вопросы сейчас. И вот у меня есть к вам один вопрос. Понятно, что довольно активно обсуждается фактически противопоставление химиоэмболизации и более раннему началу системного лечения. А вот мне бы хотелось еще услышать ваше мнение в отношении сочетанного применения химиоэмболизации и системного лечения. Ну, либо будет это ленвотениб, или для каких-то пациентов это может быть комбинация белосозумаба и отезолизумаба. То есть, какие, на ваш взгляд, есть аргументы в пользу использования сочетанного применения, либо, наоборот, против? Вы, как всегда, четко по самым актуальным проблемам Лариса Владимировна бьете. Действительно, у нас в стране это делается и делается это вместе с системным терапией и химиоэмболизацией, потому что люди видят, что это может совместно переноситься пациентами. Но по факту исследования, которые были опубликованы, указывают на то, что это не приводит к главному, это не приводит к увеличению отдаленных результатов лечения. Поэтому мы не должны это использовать до тех пор, пока не появятся другие данные с более современной системной терапией, потому что все исследования с серафенивом были, о том, что это помогает бороться с заболеванием. То, что это переносится, не означает, что мы должны это сочетать, поэтому я это не рекомендую до настоящего момента времени. Большое, тоже предельно понятное и четко все. Ну, в таком случае я пока не вижу у нас в чате дополнительных вопросов от наших слушателей, поэтому сейчас я с удовольствием представляю слово Горяиновой Али Юрьевне, которая расскажет уже о инновационных методах лечения гепатоцеллюляции Крупуновой. Илья Анатольевич, что называется, затравку по этому поводу дал. Пожалуйста, Алла Юрьевна, и далее мы сможем и на основании клинического примера из вашего же учреждения обсудить уже целесообразность отдать предпочтение одному или другому методу. Пожалуйста. Спасибо огромное, Лариса Владимировна, Илья Анатольевич, очень приятно за то, что очень приятно, что мне удалось с вами сегодня встретиться, что нам всем удалось с вами встретиться. Большая честь для меня. После такого подробного доклада Илья Анатольевичу очень сложно, конечно, дальше продолжать свое выступление, но не судите строго, будем стараться. Сегодня хотим рассказать об инновационных методах лечения гепатоцеллюлярной парциномы и представить свой пример клинический. Мы не так давно начали работать в комбинации от изолизумаба и бевоцезумаба. Ну, собственно говоря, пока на сегодняшний день представим вам портрет пациента. Ну, в принципе, этот слайд, эту тему Илья Анатольевич уже затронул по поводу тех методов лечения гепатоцеллюлярного рака, которые на сегодня нам известны. Это тактика введения больных, которую мы все знаем хорошо на сегодняшний день. И, конечно, выбор конкретного метода лечения всегда является достаточно сложным таким решением для всех специалистов и для мультидисциплинарной команды в том числе. И, конечно, уже прозвучала мысль по поводу того, что сарфеник и химиотерапия были единственными опциями до недавнего времени, опциями системной терапии в случае нерезектабельности гепатоцеллюлярной карциномы или, может быть, недостаточном печеночном резерве или выраженной какой-то соматической патологии соматической отягощенности. И достаточно долгое время мы знали сарфеник как стандарт лечения гепатоцеллюлярного рака. Ну, если можно так сказать, даже завоевать стандарт лечения гепатоцеллюлярного рака. Но наука не стоит на месте и, конечно же, нам удалось получить в нашем резерве химиотерапия еще дополнительные препараты достаточно интересные и хорошо себя проявлявшие такие как и ламботиниб, и риграфиниб, и кабазотиниб, и рамботсрумам. Но все используемые препараты до настоящего времени давали общую выживаемость не более 15 месяцев. И, в общем-то, что самое главное, давали достаточно высокую токсичность, в особенности тирозинки на зме. Ингибиторы. И вот, собственно говоря, созрела мысль использования иммунитерапии при гепатоцеллюлярной карциномы. Для этого были определенные предпосылки дело в том, что печень и микроокружение клеток гепатоцитов, оно имеет некоторую иммунологическую толерантность. И вот эта особенность, она достаточно сложно рассматривается специалистами в плане применения иммунитерапии. Конечно, все особенности микроокружения гепатоцита, они до некоторого времени не давали возможности размышлять по поводу иммунитерапии при гепатоцеллюлярном раке. Но при этом, при всем, гепатоцеллюлярный рак, он проявлял себя как высокоантигенная опухоль, высокоангиогенная опухоль, прошу прощения, в которой ангиогенез может играть роль в предотвращении и разрушении опухоли иммунными клетками. И вот эти два фактора, они, по-моему, являются предпосылками для задумки использования комбинаций антиангиогенной терапии и иммунной терапии. И, конечно, вот, исходя из этих данных, возникла идея использования тезолизумаба в сочетании с антиангиогенным препаратом биоцезумабом. И целью сочетания этих препаратов для противопухолевой терапии является создание более благоприятного микрокружения опухоли для максимального использования возможных всех возможностей иммунной системы для борьбы с раком, в данном случае гепатоцеллюлярным раком. Главное исследование по эффективности комбинации артезолизумаба и биоцезумаба в лечении неоперабельной гепатоцеллюлярной карциномы это исследование МРЭВ-150 уже тоже Илья Анатольевич об этом сказал несколько затронул эту тему. В данном исследовании пациенты были рандомизированы на две группы. Первая группа получала комбинацию артезолизумаба 1200 мг внутривенно каждые три недели в сочетании с белок с изумабом 15 мг на килограмм каждые три недели. А вторая группа пациентов получала сарафинит в дозе нашей стандартной дозе 400 мг два раза в сутки. Прошу прощения, все пациенты имели местно распространенный или метастатический неоперабельный гипотоцеллюлярный рак. Они не имели предшествующей системной терапии. Это были достаточно сохранные пациенты КОП-01 с классом цирроза по ЧАЛП-А. Лечение проводилось до потери клинической пользы или неприемлемой такси. первичными конечными точками были общие обживаемости и время беспрогрессирования. А вторичными конечными точками частота объективного ответа и безопасность и переносимость, которые оценивались по критериям CTCI. Характеристики пациентов вы можете видеть на данном слайде. В принципе, руки были достаточно хорошо сбалансированы. и мы можем наблюдать, что в данной группе были пациенты, которые имели цирроз печени как ассоциированные с гепатитами с вирусными так и не связаны с вирусным гепатитом. результаты исследования показали нам следующее, что общая выживаемость была статистически значимой дольше при применении комбинации теза-лизумаба по сравнению с сарафенибом. Медяна общей выживаемости для сарафениба составила 13,2% в то время, как медиана общей выживаемости теза-лизумаба и беоцезумаба не была достигнута в этой группе. И, в общем-то, время без прогрессирования тоже показал достаточно хороший результат в группе теза-лизумаба по сравнению с группой с сарафениба. Разницу вы можете наблюдать на графике. Она внушительна. Подгрупповый анализ показал, что пациенты были соотношение рисков по результатам исследования было сочетаемым и, в общем-то, все группы, как я уже сказала, были достаточно хорошо балансированы. Самым важным самым показателем или скачем в ледокочении послужить преподаваться активно когда он не хочет работать и не хочет делать в ледокочении в ледокочении человек в ледокочении в ледокочении Спасибо. Прошу прощения, Лариса Владимировна. В последующем я попробую в качестве такого заключения попытаться очертить ту группу больных, у которых более целесообразно использование таргетных препаратов, у какой-то группы больных, может быть, целесообразно использование именно вот этой современной комбинации. Хотя, безусловно, это будут результаты непрямого сравнения. Илья Анатольевич уже немного об этом начал говорить, показывая то, что было продемонстрировано в рамках недавно прошедшего симпозиума ASCO GI уже 2021 года. Сейчас мы попробуем у наших организаторов уточнить, есть ли у нас надежда на связь с Краснодаром. Давайте буквально минуту мы дадим перерыв. Если нет, я тогда попрошу вывести уже мою презентацию, если будет невозможно продолжить. Так как у меня там тоже есть определенного рода данные как по исследованию REFLECT, так и по исследованию EMBRAEF 150. Глубоко уважаемые коллеги, мне организаторы сообщили, что сейчас мы перейдем к обсуждению клинического наблюдения. Я с удовольствием предоставляю слово Лымарь Елене Владимировне, которая также обладает опытом использования этого препарата и также из клинического онкологического диспансера номер один города Краснодар представит данное наблюдение. Пожалуйста, Елена Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно будет вам рассказать о нашем опыте применения препарата Линвотинид для лечения гипотезолярного рака. Он у нас еще не очень большой, но уже есть чем поделиться. У нас пациентка, 56 лет на момент установки диагноза. Она к нам обратилась с жалобами на боли в животе, дискомфорт в печени, дообследована. Дообследована в виде, ей была выполнена биопсия печени. Учитывая данные компьютерной томографии от марта месяца прошлого года, в котором определялся перитониальный МТС-процесс с инвазией в паренхему печени. Для постановки диагноза было решено сделать биопсию печени. По данным которой выявлена гипотезолярная карцинома. Ей был назначен Линвотинид в первой линии в дозировке 12 мг в сутки. Пациентка начала прием препарата, переносила его достаточно хорошо, каких-то дополнительных жалоб не предъявляла и побочных действий тоже не было выявлено. Небольшая была остения, но в общем-то она с ней не мешала жить никак. И через 6 месяцев после начала терапии, по данным контрольного обследования, мы выявили положительную динамику в печени. Очаги уменьшились у нее достаточно прилично. По рецепту получается более 45% уменьшения очагов. И те очаги канцероматоза, по данным КТ, вообще не прослеживались. Было решено продолжить эту терапию. И через 3 месяца мы ей сделали очередное контрольное обследование. В декабре, в конце декабря прошлого года. И у нас опять была положительная динамика. И в общем-то пациентку опять-таки ничего не беспокоило. Но что самое ужасное и интересное, абсолютно случайно был на КТ выявлен двухсторонний воспалительный процесс в легких. В общем-то с высокой вероятностью вирусной этиологии. И пациентка была направлена, конечно, на лечение к терапевтам, пульмонологам. Но принято решение в дальнейшем продолжать ей терапию линого тенига. Я вот буквально вчера созванивалась с ней. У нее все хорошо. Она продолжает терапию. И в общем-то мы надеемся, что в перспективе у нее будет в дальнейшем тоже сохраняться хороший ответ. Таким образом мы можем видеть в общем... Вот тут есть на слайде динамика онкомаркеров. Еще в принципе она стабильная. Ну вот по КТ очень хороший ответ идет. Нам прям очень... Мы очень рады этому обстоятельству. Конечно, мы еще вот очень интересно посмотреть будет в дальнейшем на контроле ее. Как в легких у нее обстоят дела. И насколько будут сохраняться эти какие-то изменения в легких. Ну в общем-то сейчас она вышла из этой ситуации с успехом, как мы считаем. В общем, и таким образом у нас опыт лечения ее в течение 10 месяцев практически она получает препарат. И надеемся на продолжение и дальнейшую положительную динамику в лечении. Вот такая у нас появилась интересная пациентка. И в связи с нынешними обстановками, да, эпидемиологическими, вот тоже ее затронуло это все. Ну как и в общем-то очень много наших пациентов мы это прослеживаем. Спасибо большое, Елена Владимировна. Ну действительно, в первую очередь хочется сказать, что у этой пациентки отмечены те самые выдающиеся результаты, которые мы могли бы ожидать на левотинибе. То есть мы видим, что медиана времени до прогрессирования у нее уже даже превысила ту медиану, которая была достигнута в ITT-популяции в исследовании рефлет. Также мы видим, что у пациентки тот же замечательный, хороший ответ на проведенную терапию. Единственное, что я попросила бы вас уточнить, а как вы все-таки расценили, какая у нее причина возникновения гепатоцеллюлярного рака? Есть ли у пациентки вирусы, выявлялись ли вирусы гепатита B или C, либо вы считаете, что у нее процесс невирусной этиологии? У нее отрицательные результаты по гепатитам, она абсолютно в этом плане здоровый человек. Да, это не вирусный терапия. Спасибо большое. Это тоже один из важнейших аспектов, который, в общем-то, мы в последующем, наверное, на нем еще сделаем акцент. Илья Анатольевич, у вас какие-то вопросы появились или пока нет? Я вас не слышу, но, наверное, пока вопросов, вопросов, я так понимаю, нет. Мне организаторы сообщили, что у нас есть возможность, чтобы Алла Юрьевна продолжила свой доклад. Пожалуйста, Алла Юрьевна, надеемся, что у вас со звуком дальше все будет в порядке. Слушаем вас. Спасибо, Алла Юрьевна Владимировна. Прошу прощения, да, вот такие технические трудности от нас, независимые они бывают. Собственно, мы остановились на том, что у нас на сегодняшний день появилась новая классификация, классификация, рентгенологическая классификация по критериям М-рецис для гипотоцеллюлярной карциномы. И вот как раз в исследовании Эмбрейв-150 вот эта оценка данных исследований, результатов исследований, она происходила по критериям М-рецис. Снова, да, проблемы со связью? Я прошу прощения, это как-то нерешаемая совершенно задача. Вот, но при всем при том хочу сказать, что подтвержденный объективный ответ, он все-таки наблюдался в группе отезолизумаба-бевоцезумаба в 33,2%, в отличие от группы сарафениба, в 13,3%. Нежелательные явления в группе отезолизумаба и бевоцезумаба, в принципе, были приемлемы. Токсичность ничего нового из себя не представляет, и она достаточно контролируема. Мы все уже сталкиваемся с иммуноопосредованными реакциями, и умеем уже с ними работать, к счастью. Токсичность и отезолизумаба тоже управляема для нас, и тоже уже известно, на самом деле. Ну вот, и серьезных побочных эффектов было достаточно небольшое количество в данном исследовании, и в общем-то существенных различий между группами не было. Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследование Эмбрею-150 продемонстрировало значительно лучшие результаты общей выживаемости времени без прогрессирования при применении комбинации отезолизумаба и бевоцезумаба по сравнению с сарафенибом при неоперабельной гипотоцеллюлярной карциноме для пациентов, которые ранее не получали системного лечения. Исследование Эмбрею-150 позволило регистрировать комбинацию отезолизумаба и бевоцезумаба для гипотоцеллюлярной карциномы. И во всех клинических рекомендациях, как в российских, так и в зарубежных, в общем-то, эту опцию на сегодняшний день мы можем уже наблюдать наряду с другими препаратами, которые мы знали ранее и в августе 2020 года. По данным клинического исследования Эмбрею-150 в Российской Федерации зарегистрировано новое показание для препарата. В общем-то, это событие для нас достаточно новое, но знаменательное. И в настоящее время комбинация отезолизумаба и бевоцезумаба вошла в клинические рекомендации российского общества клинической онкологии. И поскольку это совсем такой у нас молодой метод лечения, мы только начали его внедрять в нашу клиническую практику, нашли пациента, который, в общем-то, подходит нам на данный метод лечения. И на сегодняшний день, конечно, результатов мы пока еще не можем предоставить никаких, поскольку немного времени прошло с момента одобрения комбинации, с момента формирования инструкции к применению. Но хотя бы портрет пациента на сегодняшний день мы хотим вам доложить для того, чтобы показать, что у нас такой пациент уже появился. В общем-то, пациент 65 лет с клиническим диагнозом гепатоцеллюлярная карцинома Т2НХМ0 наблюдался пациент в клинике Бурназиана, где он, собственно говоря, был обследован в городе Москве. И на первом этапе лечение его началось с химиомболизации. Он получил один этап химиомболизации и вернулся на родину в Краснодарский край, где, в общем-то, была перед нами поставлена задача выбора тактики лекарственной терапии. Химиомболизация прошла, этот первый этап химиомболизации прошел не совсем гладко с точки зрения анестезиологического пособия. Поэтому проведение дальнейшей химиомболизации было, ну и, собственно, естественно, таких достаточно инвазивных хирургических манипуляций, уж тем более было сомнительным в этой ситуации. Метастатическая гипотоцеллюлярная карцинома была подтверждена гистологически. Пациент относительно сохранный с индексом Корновского 90 и КОК 0. Можете наблюдать результаты МРТ-исследования, на которых визуализируются большие образования в печени в нескольких сегментах. Наиболее крупная из них 12,6 см на 8 см практически. Ну и, собственно говоря, что самое главное я хотела показать, это соматический статус пациента, это его достаточно выраженная отягощенность в плане сердечно-сосудистой патологии, в плане эндокринологической патологии в виде сахарного диабета и, конечно, такие пациенты с выраженной сопутствующей патологией, они, к сожалению, бывают практически не кандидатами для каких-то больших оперативных вмешательств. И, как правило, эти пациенты все попадают к нам к химиотерапевтам, для того, чтобы мы решили, что с ними делать. Мы были, конечно, затруднены в выборе, но приняли решение не в пользу тирозинкиназных ингибиторов, опять же, поскольку кардиопатология выраженная у пациентов была, приняли решение назначить комбинацию отезолизумаба с биоцизумабом. На сегодняшний день у нас реализовано уже три введения. Вот буквально вчера было реализовано третье введение. Выраженной клинически значимой токсичности мы пока никакой не наблюдаем, ни с точки зрения биоцизумаба, ни с точки зрения иммунтерапии. Мы планируем провести четвертое введение в ближайшее время и осуществить контроль. Надеемся, что у нас получится вам к следующему какому-то мероприятию все организовать с технической точки зрения. Надеюсь, все будет хорошо. Ну и доложить результаты лечения уже, собственно, вот этого конкретного пациента с какими-то рентгенологическими данными. Спасибо большое за внимание. Еще раз приношу извинения за технические трудности от нас, независящие. Буду рада ответить на вопросы, если они есть. Спасибо большое, Алла Юрьевна. А подскажите, пожалуйста, вот у этого вашего пациента на фоне такого рода лечения декомпенсации сахарного диабета не отмечено? Или требуется ли вам какое-то, может быть, более объемное лечение со стороны эндокринолога? Алла Юрьевна, вы не услышали, наверное, мой вопрос? Алла Юрьевна, может быть, нам тоже организаторы помогут и скажут, слышно ли нас в Краснодаре? Алла Юрьевна, ну, наверное, у нас тоже есть какие-то проблемы все-таки, когда я попрошу организаторов поставить уже завершающую презентацию, но в любом случае мы сейчас, очень хорошо, что увидели клинические примеры, которые касаются использования двух разных методов лечения. И, собственно говоря, подводя итог второй части нашей конференции, в которой обсуждались современные взгляды на терапию гепатоцеллюлярного рака, давайте все-таки попробуем суммировать всю имеющуюся важную у нас на сегодняшний день информацию. А у меня почему-то не листают. А, стрелочки, наверное. Да, спасибо. Напомню, что возможности и показания к проведению локального, локорегионарного или системного лечения при гепатоцеллюлярном раке зависит от распространенности патологического процесса и функционального состояния печени. Я думаю, что всем сегодня это удалось уже хорошо запомнить, так как каждый спикер показывал именно этот слайд. Но, кроме того, для клинических ситуаций, позволяющих начать лечение с применения методов локального воздействия, в последующем все-таки возникает необходимость назначения системной противоопухолевой терапии. И наиболее часто дискуссии в отношении максимально оптимального варианта лечения касаются промежуточной стадии по барселонской классификации. И, несмотря на то, что резервы лекарственной терапии неоперабельных форм гепатоцеллюлярного рака остаются довольно ограниченными по сравнению, например, с другими злокачественными образованиями, но, тем не менее, в последнее время арсенал эффективных режимов несколько расширился и для этой категории пациентов. Среди современных схем не теряют своей актуальности, безусловно, ингибиторы теразинки ДАЗ, но также сегодня зарегистрирована в том числе и в нашей стране комбинация биологических препаратов от Эзолизумаба и Белоцезумаба, но хочу обратить внимание на то, что пока эта схема не включена в клинические рекомендации, одобренные Минздравом. Все-таки те рекомендации, в которых она присутствует, это практические рекомендации Российского общества клинических онкологов. А вот среди одобренных режимов применения, линвотинивы в первой линии, если мы его используем, то это, безусловно, резервирует использование, например, сарафинивы в качестве второй линии терапии. Об этом подробно сейчас уже говорил Илья Анатольевич. Но и в последующем, при сохранном функциональном статусе пациента, в нашем арсенале сохраняются и последующие эффективные лечебные линии. Об этом тоже сегодня упоминалось. И, как сегодня мы обсудили, я напомню, что выбор режима первой линии терапии дополнился современной комбинацией отезолизумаба и бивоцезумаба. И абсолютно справедливо встать вопрос, чему же все-таки следует отдать предпочтение, если мы располагаем такими возможностями. Ну и давайте коротко рассмотрим основные отличия популяции пациентов и те полученные результаты, которые были достигнуты в исследовании Эмбрейс-150 и исследовании Рефлит. Мы видим, что у критериев исключения в исследовании Эмбрейс-150 отмечено по инфекции вирусами гепатита В и С. Несмотря на то, что процент таких больных крайне невысок, но, тем не менее, для них возможности применения комбинации отезолизумаба и бивоцезумаба не изучаются. Также расширение вен пищевода являлось ограничением для включения в протокол Эмбрейс-150, и эта ситуация требовала повышенного внимания исследователей, поэтому, собственно говоря, тоже определенные категории больных, наверное, должны с осторожностью включаться на такую терапию, которая одним из компонентов имеет гепатитизумаб. На АСКО-GI были представлены в этом году и результаты уже как по общей выживаемости в цифрах, так, собственно говоря, и подгрупповой анализ. И что мы можем увидеть? Действительно, в ITT-популяции, во всей популяции пациентов, включенных в последование Эмбрейс-150, были достигнуты абсолютно впечатляющие результаты. Медиана общей продолжительности жизни составила 19,2 месяца. Но, тем не менее, если мы посмотрим на подгрупповый анализ, то увидим, что не было показано преимуществ сравнения с сарафинибом среди подгрупп больных, которые имели стадию распространенности процесса BCLC-B, и у больных с невирусной этиологией гепатоцеллярного рака. Но, если мы посмотрим на подгрупповой анализ этого же показателя в исследовании РИФЛИ, то мы видим, что действительно оба тирозин-кидазных ингибитора продемонстрировали схожие показатели при всех подгрупповых анализах. Конечно, безусловно, мы учитываем все ограничения непривого сравнения, но, тем не менее, мы можем видеть, что сравнительные данные по медиане времени до прогрессирования заболевания позволяют говорить об условной сопоставимой эффективности двух режимов лечения. Хотя тоже необходимо отметить, что именно медиана времени без прогрессирования заболевания, этот показатель, не является сильной стороной иммуно-онкологических препаратов. Тем не менее, в цифровом выражении чуть-чуть лучшие результаты были получены в исследовании РИФЛИ, медиана составила 7,4 месяца. А вот если мы посмотрим подгрупповой анализ из исследования Энбрейф-150, то мы вновь увидим, что у пациентов не было отмечено преимущество от использования комбинации биологических препаратов, также у больных с распространенностью процесса в соответствующей стадии BCLC-B и у больных с невирусной этиологией. А вот в исследовании РИФЛИ у больных при оценке медиана времени без прогрессирования заболевания при проведении подгруппового анализа было получено достоверное преимущество от использования Энбетениба в сравнении с Сарафинибом. При сравнении непосредственно эффективности, этот слайд сегодня тоже уже мы видели, были вновь получены схожие результаты с частотой контроля над заболеванием порядка 72-73%, то есть совершенно сопоставимые данные. Но при этом обращает на себя внимание различие частоты прогрессии, вот именно прогрессирование заболевания в двух исследованиях, которые были получены на одинаковом компараторе, на Сарафинибе. Мы видим, что прогрессирование в исследовании Эмбреев-150 в группе Сарафинибы составило 25% и 32% в исследовании РИФЛЕК. Ну, на мой взгляд, это лишь подчеркивает различие популяций и сложность проведения непрямого сравнения. Таким образом, мы можем уже сейчас приблизительно очертить группу пациентов, которым при принципиально схожей эффективности двух лечебных режимов все-таки более оптимально будет представляться монотерапия ленвотинина. Это, безусловно, в первую очередь пациенты с аутоиммунными заболеваниями, когда сложно назначать иммуно-онкологические препараты, и больные после трансплантации органов. Наверное, тоже это та категория пациентов, которым вряд ли следует предполагать назначение иммуно-онкологических препаратов. Также это пациенты с расширением вен пищевода, когда существует реальная угроза развития кровотечения. И мы видим, что в рамках исследования Эмбреев, несмотря на то, что проводился достаточно серьезный отбор с учетом вот этих высоких рисков, тем не менее, у 7% пациентов было зафиксировано все-таки развитие кровотечения. Кроме того, это пациенты с невирусной этиологией гепатоцеллюлярного рака, так как они не выиграли от использования комбинации биологических препаратов, но при этом терапия ленвотинина действительно и для этой категории больных обеспечивала значимое преимущество в сравнении с сарафинибом, особенно в отношении медианы времени до прогрессирования заболеваний. Ну и безусловно, что весьма актуально в наше сложное время – это больные, которым требуется проводить лечение в период вакцинации, поскольку дополнительным преимуществом ленвотиниба является возможность проведения терапии в амбулаторных условиях. Ну вот, несмотря на такой довольно перегруженный слайд, хочется сказать еще раз о том, что дополнительным преимуществом ленвотиниба является вот эта возможность его использования в амбулаторном режиме за счет таблетированной формы, и это, конечно же, уменьшает число посещений пациентам в клинике, снижая риск заражения любой инфекцией, ну и дополнительно еще и снижая стоимость лечения. Поэтому взвешенный учет всех нюансов заболевания, ожидаемые пользы или риски позволяют сегодня сделать врачу наиболее оптимальный выбор лечения для каждого пациента гепатитулярным раком, который встречается в клинической практике. Я благодарю вас за внимание, и, наверное, еще раз хочу сделать только маленький акцент, что очень хорошо, что были представлены сегодня два клинических наблюдения из реальной практики, которые из одного учреждения, которые нам, собственно говоря, позволяют понять, что в одной клинической ситуации оказалось более оправданным применение тирозинокиназного ингибитора линотениба, а в другой ситуации пациенту в качестве первой линии терапии нерезектабельной формы и формы непроходящей для локального лечения была избрана новая комбинация отезолизумаба и бевоцезумаба. Я хочу поблагодарить всех своих судокладчиков за представленные доклады. Если у кого-то из них есть какие-то пожелания сделать комментарий или задать какой-то вопрос, пожалуйста, мы сейчас имеем эту возможность. Если же у кого-то не будет вопросов, но они возникнут в ближайшее время, пожалуйста, адресуйте их в чат, адресуйте их представителям Русска, и все докладчики получат эти вопросы и ответят лично каждому из задавших этот вопрос. Илья Анатольевич, у вас есть какие-то комментарии или пожелания сделать какие-то еще дополнения? В целом нет. Я благодарю вам, Лариса Владимировна, за достаточно взвешенное отношение к сравнению линвотенибы отеза с бевом, потому что по факту нет прямого сравнительного исследования. И на основании двух исследований мы не можем сказать, какой из двух режимов лечения является предпочтительным. И с учетом разношерпности этой популяции пациентов поданализов сопутствующих заболеваниях и ожидаемого профиля токсичности, тем более в период пандемии, мы должны иметь это в виду для выбора оптимальной опции лечения для каждого конкретного пациента. Поэтому я в плане очень поддерживаю именно тот финальный доклад, который сделали вы, потому что он более-менее расставляет нам все точки над «и», пока мы не получим прямых стандартных данных. Внимание, но кроме всего прочего, в нашей с вами реальности, наверное, еще играет возможность использования того или иного препарата с точки зрения вхождения режима в КСД и возможности действительно получения оплаты за проведение этого лечения. Наверное, на начальных стадиях, сейчас когда формируется, особенно, например, Москва, только входит в эту систему оплаты по КСД, это тоже будет одним из факторов, который будет влиять на назначение того или иного препарата, но в последующем я надеюсь, что исключительно медицинские аспекты будут заставлять нас отдать предпочтение одному или другому режиму лекарственной терапии первой линии. Спасибо большое, всем хорошего рабочего дня, удачи, берегите себя, берегите свое здоровье. До свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok